друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова с самого утра на финансовых рынках и продолжаем говорить о самом интересном что на них происходит потому что события новости а статистика это то что является основой для фундаментального анализа которым друзья мы с вами и занимаемся ну что первая торговая сессия недели довольно спокойно прошла если не делать акцент например на рынок нефти на то мощные снижения которые мы наблюдали фактически на 10 процентов ну можно так сказать я думаю что придираться не стоит то по остальным финансовым активам все было довольно скромно но я думаю что только начало друзья это затишье перед бурей потому что два крутых фундаментальных событий еще впереди это заседание федрезерва и заседание европейского центрального банка вот о них мы подробнее поговорим непосредственно уже на завтрашнем брифинге то есть перед самим заседанием федрезерва и в четверг перед заседанием европейского регулятора я думаю что рынок поможет нам опять же собрать достаточное количество интересного фундамента перед этими событиями чтобы мы смогли как-то адаптировать наши торговые идеи а лучше даже подкрепить свои ожидания того что у доллара будут возможности вырасти а вот у евро будут дополнительные предпосылки для снижения ну ладно давайте сегодня про рынок нефти которые продолжают радовать продавцов повторюсь друзья то что ранее на том мощном снижении которое мы наблюдали я собственно закрывал короткие позиции частично небольшой объемчик еще оставил в осели и держу потому что считаю что рынок может показать еще одну волну распродаж и судя по тому как активно котировки снижаются и в ходе азиатской сессии вторника вполне возможно друзья что вот эта вторая волна распродаж она идет прямо сейчас сценария 2 как действовать это для тех из вас кто прислушивается к моим рекомендациям но если это так то вы также вместе со мной уже зафиксили хороший профит и сохраняйте небольшой объем чтобы небольшую экстра прибыль еще взять на повторном снижении для тех друзья кто а в поисках долгосрочных позиций повторюсь что мы уже в близи тех уровней которые можно было бы назвать и донами поэтому открытие длинных позиций набор постепенный не сейчас на на полную катушку заходите в бай а постепенно набирать это тоже скажем стратегиям которая не лишена смысла но если хотите все-таки подождать и найти более подходящий уровень для покупки я думаю что вам нужно повременить тогда с открытием бая и подождать определенного интервала времени если говорить о том что это за интервал времени вот пожалуйста прогноз голлман сакс которые считают что в перспективе трех-четырех недель хранилище достигнут своих полной максимальной емкости и фактически будут заполнены до краев после этого логично предположить что ключевые нефтедобывающие регионы будут просто обязаны хотят они этого или нет но будет необходимо уже сокращать производство нефти потому что нефть некуда будет девать я считаю что этот прогноз абсолютно оправдан судя по тому как увеличиваются запасы в кушинге по данным администрации аналитической информации получается на прошлой неделе рост запасов составил 15 миллионов а двумя неделями ранее был зафиксирован исторический прирост запасов на 19 миллионов в эту среду ситуация общая картина может повториться поэтому действительно я разделяю прогнозы голлман сакс и считаю что вот пик по запасам придется нам ближайшие три-четыре недели ну и в целом друзья по рынку нефти все тот же самый фундаментальный негатив рост предложения падение спроса и так далее и тому подобное вы все это при как прекрасно знаете в целом этот фон не менялся на протяжении последнего месяца и мы на этом собственно и и оснижались рубль 74 49 ждем рубль выше 78 рублей против доллара соответственно делаем акцент на ослабление возможностей центрального банка россии по поддержанию курса национальной валюты посредством валютных интервенций также я делаю ставку что на рынке проявятся рыночные механизмы воздействия на курс сырьевой валюты это прежде всего снижение цен на нефть и логическая реакция и воздействие на рубль и я верю также еще в непосредственно укрепление самого доллара индекс американской валюты 100 и 2 друзья топчемся мы вот рядом с этой юбилейной планкой а впереди у нас заседание федрезерва я бы не стал сейчас всецело полагаться на то что это событие станет каким-то мощным катализатором для финансовых рынков если все-таки сравнить воздействие федрезерва на курс доллара то интереснее будет безусловно июньское заседание потому что июнь это все-таки заседание которое пройдет через полтора месяца и до этого момента у американского регулятора будет достаточно времени чтобы оценить воздействие прошлых мер монетарного стимулирования поддержки экономики которые были задействованы чтобы нивелировать и нейтрализовать последствия пандемии коронавирусной инфекции то есть в сухом остатке получается что на этом заседании американского регулятора итоги которого будут подведены в среду я не жду каких-то прорывных комментариев и что-то скажем настолько значительного что финансовые рынки могли бы от этого фона прийти какие-то активные движения до заседания федрезерва друзья выйдет еще отчет по темпам экономического роста сша по итогам первого квартала и посмотрите на прогнозы ожидаются слабые цифры спад экономики на четыре процента дальше по итогам второго квартала конечно же цифры будут хуже в целом по доллару я настроен так же как и раньше только лишь позитивным ключей и также как и раньше я вижу в качестве возможности для роста доллара его статусность в виде валюты фондирования резервной валюты и защитного активы чем хуже друзья сейчас будет обстоят дела с макроэкономической конъюнктуры региональных экономик тем больше шансов у доллара все-таки не просто удержаться выше сотки а пойти на прежние максимумы которые были показаны на уровне 102 103 пункта собственно по индексу доллара золото 1700 мы держим длинные позиции не удалось быстро в считанные скажем так дней добраться до наши цели 1750 ранее мы привыкли к быстрым победам друзья но здесь расстраиваться не нужно потому что золото даже по текущей динамике по интересу со стороны физиков со стороны крупных игроков остается тем самым активом которая который будет спросовым в период именно работы мировой экономики с последствиями финансово-экономического кризиса поэтому ни в коем случае его не продавайте bitcoin также подрастает ну точнее мы скорректировались с локальных максимумов достигнутых накануне но все равно вот скоро уже упремся 8000 пойдем выше все меньше дней до ожидаемого халвинга он состоится 12 мая друзья очень скоро и по традиции на основании последних трех халвингов можно предположить что биток реально может показать неплохой роста евро против доллара 108 19 цель на этой неделе 107 ждем заседания европейского центрального банка ждем намеки на доп мер экономического стимулирования и хотелось бы получить этой цб оценку ущерба для валютного на блока которая который был оказан именно о пандемии коронавируса фунт против доллара 1 24 0 9 я не оставляю попыток друзья все-таки перезаходите в этот актив продавать в расчете на то что мы увидим поддержку 1 20 буду биться до последнего с этим инструментом потому что на мой взгляд фунт обязан стоит дешевле последние отчеты по уровню доверия потребителей указывают на то что доверие на минимуме за последние десятилетия роничные продажи на фактически один из самых рекордных спадов и минимальных значений за все время наблюдения за статистикой индекс активности в связь в сфере услуг который генерирует больше 80 процентов экономического роста тоже рекордные минимумы но джонсон да оправился вернулся на даунин стрит но я думаю что это не тот позитив который может на перекрыть вот такой тотальный негатив да еще и вы помните последний комментарий мишеля бронье об отсутствии прогресса по переговорам о брекзите я думаю что фунт очень сильно сейчас перекуплен поэтому жду поддержку 120 думаю что в ближайшие несколько недель все-таки продавцы смогут затравить фунта и отправить его к этим значениям друзья на этом все большое всем спасибо за внимание всего доброго до свидания